13 июня 2020 года Шри Шримад Бхактивидан Тавана Гаслай Махарач Онлайн Харикадха из Бриндавана Так, прежде всего, я предлагаю свои смелинные, почтительные поклоны лотосным стопам моего Гуру Патт-Падме, Нитя Лила Павишнушну Патт, Аштата Рашата Шри Шримад Бхактивидан Тяшили, Вама Нигасвай Махарач и Нитя Лила Павишнушну Патт, Аштата Рашата Шри Шримад Бхактивидан Тяшили, Нарай Нигасвай Махарач. Также я предлагаю свои смиренные, почтительные Дандават Пранамы лотосным стопам Нитя Лила Павишнушну Патт, Аштата Рашат Шри Шримад Бхактивидан Тяшили, Вама Нигасвай Махарач, Всем Ващнавам Ващнави, Всем старшим преданным и почтенным собравшимся здесь гостям. Я бы хотел говорить о Радхаятре, о фестивале Колесниц, потому что уже совсем скоро начнется Джаганатха Радхаятра Махамахотсов. И поэтому я с сегодняшнего дня могу начать объяснение того, как Господь читает Махапрабу. Мыл храм Гундича, храм Гундича. Человек Расчиндайского Раджу Госвами прекрасным образом объясняет эту философию Татва Сиданту, как обычный садака очищает своё сердце. Потому что обусловленные души у неё столько анард в сердце, всего неблагоприятного, гнев, вожделение, зависть. И также столько славы, почестей, кутинатия. Джимф Химса, то есть желание доставлять боль другим живым существам. Итак, Господь Штанимуха Прабу, Он учит нас, как нам очистить своё сердце. И тогда Господь Джаганадха, то есть Кришна, Он сядет в нашем чистом сердце, по ветра Хридой. Потому что если это место будет нечистым, полным грязи, как же Господь сядет там. Поэтому Господь Штанимуха Прабу с помощью этой лилы объясняет эту философию. Итак, читание Чиритамрита Мадья Лила, Двенадцатая глава. В этой главе описывается Гундича Марджина Лила, Читане Махапрабу взял всех своих вечных спутников и отправился убирать храм Гундича, сделав этот храм полностью чистым, кристально-чистым, как кристалл, в котором отражается сердце и атма, душа. Также здесь объясняется, как Господь Штанимуха Прабу таким образом чищает храм Гундича, как Господь Джаганадха, Он должен был сесть в этом месте, потому что Господь Джаганадха во время Радхаятры Он движется от храма Джаганадхи в храм Гундича. Такова традиция в Джаганадхапуре тысячи-тысячи лет до этого та же самая традиция была, что Господь Джаганадха раз в году выходит из своего храма, даруя свой даршин всем падшим живым существам. И затем Он движется в храм Гундича, находясь там, девять дней. Но Господь Штанимуха Прабу на господь Штанимуха Прабу Господь Штанимуха Прабу подумал, что храм Гундича и Сундравача и Вриндаван. Говорится, что храм Гундича это как Вриндаван, а Господь, храм Господа Джаганадхи это Дварака. То есть Господь, Он идет из Двараки вместо благоговения во Вриндаван, где находятся Гопы, Гопи, Гирирадж Говардхан. Все находится там. Это лучшее место Кришны. Махаппульсан. Махаппульсан также объясняет Махаппульсан Мурман Бриндаван Мане Бане Аккориджани Тахди Тумар Бададзой Караху Дивдай Тави Тумар Пурна Криппа Махаппульсан Господь Штанимуха Прабу говорит, что умы других это так называемые умы, но ум не отличие от Моё сердце — это ум Вриндавана. Хриндой мандир, то есть храм моего сердца, Вриндаван. Потому что Вриндаван всегда сладостен. В Раджавасе, у них есть спонтанная любовь к Кришне. Итак, Господь будет счастлив. Господь несчастлив в месте благоговения. Поэтому Кришна, Он идёт в Двараке, в Вриндаван. Гопи, гопи, где гопи, гопи. У них спонтанная любовь и привязанность к Кришне. И у них есть вот эта привязанность к Кришне, как члены семьи. Локи Касамбанду Ватприти. Ракта, Патрак, они служат Кришне с помощью Даси Бхавы, настроения служения. Суббалы, Шрида служат с помощью дружеской любви. А гопи служат Кришне в высшей Параке Бхаве. В наших шастрах описываются всевозможные расы. Но настроение возлюбленных, несвязанных узами брака — это высочайшее настроение. Итак, Кришна, Он вкушает всевозможные настроения и сердец в Раджавасе. В особенности, когда гопи, они входят в ман, настроение гнева, используя суровые слова. Кришне-то доставляет необычайное удовольствие, Он чувствует в этом сладость. Итак, за день Дарадхаятры Господь Четани Махапрабху очень смиренно спрашивает всех преданных. Я должен очистить храм Гундича. Храм Гундича. Яй-яй-яй-шри-васаде, Довуравакта-ган, Шакти-деха-каре, Яна-чайтан-на-варнан. Пурвей-дакхэнь-хай-те, Прабху-жабе-ай-ла, Таари-милите-кажапати, Уткан-тита-ха-й-ла. Кат-ха-й-те, Патри-дила, Сарв-ху-мот-хай, Прабху-жабе-кан-хай-жаде, Декхи-баре-пай. Бхатта-ча-джи-а-ли-кхи-ла, Прабху-р-адг-га-на-хой-ла, Пу-на-р-ви-р-а-ж-а-таре, Патри-патх-а-й-ла. Прабху-р-ни-кат-е-а-чхэ, Прабху-жабе-кан-хай-жаде, В 12-й главе Мадья-ли-ла, Очень смиренно, Вначале он прославляет Господа Читани Махапрабху, Вся слава Господа Читани Махапрабху, Вся слава Нитянанди, Вся слава Адвайта-я-чаре И всем преданным Господа Читани Махапрабху, И в особенности Джая-джая Шри-вас Ади, Гоу-рабхакта-вринда, Пожалуйста, Пролейте на меня милость, Дайте мне свою силу в шахте, С помощью которой я смогу прославить Сладостные лилы Господа Читани Махапрабху. И сейчас Криснадзе говорит в Госпаме, Моля, о милости всех преданных, Он начинает описывать, Как Господь Читани Махапрабху, Он пришел к Джагандхапури, Встретился с Сарабхабхам Батачари, Затем он отправился в Южную Индию, Встретился там с Райраманандой, Другими преданными. И после путешествия по местам получшества на юге Индии, Он вернулся в Джагандхапури. Когда Господь Читани Махапрабху вернулся, То царь Прадабхарудра Каджапати, Он жаждал встретиться с Господом Читани Махапрабху. И царь Прадабхарудра, Он вначале спросил Сарабхабхам Батачари, «Как я могу встретиться с Господом Читани Махапрабху?» Тогда царь Прадабхарудра, Он находился в своем царстве Катак. Тогда он находился вместе Катак в своем царстве, И он написал письмо о Сарабхабхам Батачари. И Сарабхабхабхам Батачари, Он спросил Господа Читани Махапрабху, Но Господь Читани Махапрабху Отклонил его молитвы, мольбу. Когда Господь Читани Махапрабху Отверг обращение царя Прадабхарудре, Чтобы встретиться с ним, То вновь царь написал другое письмо Господа Читани Махапрабху И всем его преданным. Царь Прадабхарудра написал, Все должны принять мои поклоны Как бы Господь Читани Махапрабху. И как же он будет мной доволен, Да, Читани Махапрабху, Чтобы я получил его дар, Даршин его отстан-стоп. Царь Прадабхарудра Очень смиренно написал, Если я не обрету милость Господа Читани Махапрабху, То я оставлю свое царство. Читани Махапрабхарудра Затем вновь царь Прадабхарудра Написал это письмо И очень смиренно Он сказал, Если Господь Читани Махапрабху Не дарует мне свою милость, И я не приму даршин его лотосных стоп, То возможно я оставлю Своё царство И стану Йоги Или Попрошайкой То есть те, кто отправляется Из одного места в другое И просят милостыню Ну как бы такие странники То есть те, кто не живут в одном месте, Они просто берут свою Как это сказать? Немножко вещей, да, вот сумочку свою, сумму И идут И так путешествуют по разным местам Ну как бы странники У них несколько сумочек В общем Груто, говорят Некоторые преданные выглядят Как вот эти вот странники 20 килограмм А, 20 килограмм у них в ручной кладе И 40 килограмм в этом Чемодане И ещё 5-6 сумок Они это всё прячут Иногда их это Ловят и не дают им пройти В общем с этим багажом Таким же образом Царь Пратапарудра Написал это письмо Сарубам Батачаре Может быть я стану странником И прося Буду путешествовать Из одного места в другое Затем Сарубам Батачаре Когда он Получил это письмо И он расстроился Он подумал Что же теперь делать И он стал спрашивать У всех преданных Которые были очень близки Господа Читани Махапарабо И показал им это письмо Сарубам Батачаре Очень смиренно Спросил этих преданных Вначале Опиши Ментальное положение Монастроение Царя Пратапарудра Насколько он любит Господа Читани Махапарабо Если Читани Махапарабо Не примет этого То Читани Махапарабо Как бы расстроится Сарубам Батачаре Спросил всех преданных Может быть мы все отправимся Стремимся с Читани Махапарабо И попросим Читани Махапарабу Чтобы Скажем что Царь Пратапарудра Он чистый предан Он хочет с тобой встретиться Тогда все преданные Пришли к Господу Читани Махапарабу В Гамбиру Но Господь Читани Махапарабабу Спросил Почему Вы пришли Но Господь Читани Махапарабу Спросил А что Вы сюда Пришли все Мне кажется Вы что-то хотите Сказать Мне кажется Вы все Что-то хотите Мне сказать Но Вы молчите Какая причина Тогда Прабху, я хочу, они хотят помолиться Твоим лотосным стопам. Они все боятся Тебе сказать об этом. Тогда лентинанта Прабху продолжил говорить, что не муха Прабху, я не знаю, хорошо это или плохо, я не знаю. Но вот то, что царь написал, и он выразил свое сердце, я просто Тебе это передаю. Итак, что там говорится, что написал царь Пратопорудра? Царь написал, то есть царь Пратопорудра написал, если Господь Штанимуха Прабху не примет меня своим слегку слугой и не даст даршин своих лотосных стоп, то, возможно, я оставлю свое царство и стану попрошайкой. Без Гаура Хари я не могу наслаждаться этим царством. И царь продолжил письме. Написал, я должен получить даршин лотосных стоп Господа Читани Махапрабху и поместить его лотосные стопы в свой хридой мандир, в храм своего сердца. Несмотря на то, что Господь Читани Махапрабху, его сердце очень мягкое, но когда он услышал этот катху, то внешне он стал очень таким строгим, очень серьезным. Господь Читани Махапрабху То есть ваше желание, чтобы я встретился с царем в его дворце, его царстве в Катаке. Если я встречусь с царем, то в чем будет заключаться моя парамарта, духовная жизнь? Все, даже обычные люди начнут меня критиковать. Что говорить о других? Даже Дамадар Не сварупа Дамадар Всегда критикуют меня. Ну ладно, если Дамадар даст мне разрешение, то, может быть, я пойду и встречусь. Я так поняла, что какой-то преданный там постоянно критиковал Читани Махапрабху. И вот Махапрабху сказал, если он даст мне разрешение, то да, я пойду к царю. Секундочку. Грудев говорит, что-то ищет. А, видимо, ищет что-то Дамадар. Дамадар 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 пандит. Не сварупа Дамадар. Дамадар пандит. Может, он начнет меня критиковать. Если он даст мне разрешение, то, может быть, я пойду. Потому что Дамадар пандит Он всегда защищал Саньяса Дхарма от Читани Махапрабху. Дамадар 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 써 заб Итак, Дамодар Пандит, он, наверное, не тот, который критиковал, но, в общем, он строгий такой был преданный. И, в общем, Дамодар Пандит, он сказал, что ты вверху наличность Господа, ты независимый сфатантра, и всё, что хорошо, что плохо. Всё это зависит от тебя. Я обусловно живое существо. Как я могу тебе давать какие-то советы? Если хочешь встретиться с царём, у царя есть любовь к тебе. И ты под его контролем, под контролем его любви находишься. И ты Ишвара. То есть ты полностью независимый сфатантра. Несмотря на то, что ты Ишвара, Бхагаван, но Господь, Он всегда зависит от любви своих преданных. И Нитянто Прабу очень смиренно сказал. Всё зависит от тебя. Дашь ты даршан царю или нет? Но у царя, у него столько анурайга, столько любви к тебе. Поэтому ты можешь решить. Нитянто Прабу так сказал. Субтитры создавал DimaTorzok «Продолжай, Нитянто Прабу сказал. У царя, у него столько анураги к тебе. Если ты не дашь ему даршан, он, может быть, вообще умрёт. Потому что в Писаниях объясняется. У кого есть любовь и привязанность, если он не может встретиться со своим Иштадевом, он оставит своё тело». Инитянто Прабу также объяснил, как в Шримад Бхагаватам, как жёны браманов, когда они не могли встретиться с Кришной, и они оставили свои жизни. Затем Нитянто Прабу дал совет Господу Читани Мухапрабу. «Прабу, ты не хочешь встречаться с царём Пратапарудрэй. Просто послушай мой совет. Но как ему поддерживать свою жизнь? Дай ему свою одежду, Саньяси, Бхагирваз. Возможно, царь подумает, что это милость Читани Мухапрабу. Таким образом, он не погибнет. Господь Читани Мухапрабу сказал «Нитянанда». Чё хочешь, то и делай. Потому что ты такой разумный. Таким образом. Ну, такое решение. Нитянанда Прабу спросил личного слугу Читани Мухапрабу, попросил Бхагирваз. Попросил Бхагирваз. То есть вот эту одежду он отдал царь Бамбатачаре, а царь Бамбатачаре дал царю Пратапарудрэ. Когда царь обрёл Бхагирваз у Господа Читани Мухапрабу, эту одежду, то царь Пратапарудра точнее обрадовался и подумал, что это милость Господа Читани Мухапрабу. И он стал держать эту Бахирваз в возвышенном месте и проводил ей Пуджу, Шастрапуджу, ну, как бы, Пуджу, одежда Махапрабу. Тогда Рай Армандо вернулся с юга и встретился с Читани Мухапрабу. Пришёл из Южной Индии. Встретился с Читани Мухапрабу и царь Пратапарудра спросил Рай Армандо, как же мне встретиться с Господом Читани Мухапрабу? Тогда Рай Армандо сказал царю Пратапарудре, как ему встретиться с Читани Мухапрабу. Махапрабу 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 Карена Томаре Томаре Миливаре Аваста Садиве Тахаре Рай Армандо Рай Армандо сказал вот царь Пратапарудра, пожалуйста, потерпи. Читани Мухапрабу это воплощение милости. Просто терпи и однажды Господь Читани Мухапрабу наверняка встретится с тобой. тогда Рай Армандо встретился с Господом Читани Мухапрабу и Рай Армандо также сказал Господа Читани Мухапрабу Царь Пратапарудра так любит тебя. Рай Армандо он очень разумный министр царя Пратапарудра поэтому он очень сладостными словами обратился к Господу Читани Мухапрабу. Вначале он предложил всевозможные дары подарки которые царь Пратапарудра послал вначале он предложил это Читани Мухапрабу. Таков процесс напрямую не нужно сразу начинать говорить. Рай Армандо Рай Армандо вначале предложил различные дары Читани Мухапрабу от царя Пратапарудра Затем Рай Армандо очень сладостными словами обратился к Читани Мухапрабу как царь Пратапарудра в какой он мягкосердечный и как он любит Читани Мухапрабу потому что он очень разумный министр понимаете он вначале прославляет сначала как во Вриндаване когда Шимати Радика являет ман тогда Саки Кришна Кришна Пакша Гопи они начинают сладостно обращаться к Шимати Радике прославляя Кришну это Дути называется Дути понимаете кто это посланники посланницы посланники они как они прославляют героя героиня и наоборот или может быть иногда они сладостно даже лестивые какие-то слова которые может быть даже неправда начинают использовать и тогда сердце Найки или Найки героя или героиня начинает таять таким же образом Рай Рамананда он очень искусен быть вот этим посланником и в особенности Рай Рамананда такой разумный и тем более он тахитик как это по-английски он поэтические слова обороты литературные использует он же поэт очень сладостные такие изысканные слова используют и тут объясняется он сказал царь Протопрудра он так стремится встретиться с тобой если он это не достигнет то он оставит свое тело таким образом Рай Рамананда он использовал всевозможные сладостные слова обращаясь с Читани Мухапрабу и Рай Рамананда очень смиренно попросил просто покажи свою лотосную стопу царю Протопрудре очень строг понимаете ты знаешь я Саньяси как же я встречусь с царем Рамананда сам подумай как Саньяси встретиться с царем Саньяси всегда должен быть неропекша безразличным если я не буду безразличным то я не смогу защитить свою дхарму господь Мухапрабу сказал Рай Рамананда послушай я Саньяси то есть я просящий как я могу встретиться с царем если я встречусь с царем то я потеряю свою духовность парамарху не только это люди начнут шутить и смеяться надо мной тогда Рамананда сказал Прабу ты верховная личность Господа Своям Бхагаван Ишарапарататва у тебя нет никакой локобхой у тебя нет страха перед другими ты не зависишь ни от кого Господа Мухапрабу сказал я Саньяси я вступил в Ашрам Саньяси я человек поэтому я должен следовать правилам этого Саньяса Ашрама Господь Читань Мухапрабу продолжил Рамананда послушай например белая одежда если на нее капнуть маленькой капелькой черных чернил то все будут замечать эту маленькую черную каплю чернил на этой белой одежде на хинде Гурдзев повторяет например белые одежды прекрасные белоснежные одежды ну все будут куда смотреть на вот эту черную точку и так Махапрабу сказал это означает что все будут критиковать небольшую оплошность Саньяси продолжая Рамананда сказал Прабу ты освобождаешь всех папи всех грешников но царь Пратапарудра твой лучший преданный и он твой слуга потому что в писаниях объясняется царь это воплощение служения Господу это слуга Господа министр говорит кто я я сэвак на хинди вместе с английском грудой говорит в общем это его смирение и это правда царь это лучший слуга публики людей в общем ты выбрал ты был выбран людьми ты должен служить людям это видимо политиков касается итак царь Пратапарудра это лучший слуга Господа он твой слуга также тогда Господь Танимхапрабу вновь привел пример если молоко горшок полон молока сгущенного прекрасного молока но если туда капнуть капельку сура бинду мадира капельку алкоголя туда капнуть то никто не сможет касаться этого молока молока и это молоко нельзя предлагать Господу молоко молоко Это неприкасаемое повитро. А вот западные люди, они столько пьют этого алкоголя. Но здесь говорится... Затем Махапрабху объяснил... Несмотря на то, что царь Пратапарудра, у него столько хороших качеств. Сарва Гунаман. Но одно у него, как сказать, недостаток, то, что его называют царем. Царь, вот это слово царь, радж. Пратапарудра. Вот это вот капелька вот этого алкоголя. Затем Четани Махапрабху сказал, хорошо. Если ты хочешь, чтобы я встречусь с ним, приведи его сына, и я встречусь с сыном царя Пратапарудра. Потому что нет разницы между сыном и отцом. В соответствии с шастрами объясняется, если Четани Махапрабху встретится с сыном царя Пратапарудра, тогда царь будет счастлив, то, что шастры говорится. Нет разницы между сыном и отцом. Таким образом, Рай Рамананда сказал царю Пратапарудре, приведи сына, царя Пратапарудра, приведите его с Танем Хапрабху. Царь Пратапарудра, такой прекрасный. А сын, наверное, юный облик, такой красивый. Его цвет тела, цвет тела принца, Шямал Варан, темный цвет тела, прекрасные удлиненные глаза, как у лотоса. И он украшен прекрасными желтыми одеждами. И также был украшен прекрасными Ратна Аваран, царскими украшениями. Когда Господь Четани Махапрабху увидел сына царя Пратапарудры, то Четани Махапрабху его сердце полностью опьянело, столько стимулов вошло в его сердце, в Дипан. Таким образом, Господь Четани Махапрабху обнял сына царя. Махапрабху Махапрабху когда Господь Четани Махапрабху обнял сына царя Пратапарудры, то Господь Четани Махапрабху обнял был очень доволен. И когда Четани Махапрабху обнял его, сына царя Пратапарудры, то всевозможные экстатические настроения испарина, пот капал с его тела, кампа, он затрепетал, слезы потекли, и другие экстатические проявления в теле, аштасатвика. Когда Господь Четани Махапрабху обнял сына царя Пратапарудры, то этот сынок Пратапарудры стал воспевать святые имена Кришна Кришна и начал танцевать, стал плакать. И когда преданные увидели этого мальчика, то все они подумали, насколько же он удачлив, какая у него благая удача. Таким образом, Господь Четани Махапрабху успокоил этого мальчика. Махапрабху, он только лишь коснулся тела сына царя Пратапарудры, и Кришна Пряма проявилось в его сердце. Посмотрите-ка. Четани Махапрабху успокоил его, коснулся всего, потому что он подумал, может быть, он умрет. И Махапрабху сказал, каждый день приходи и встречайся со мной. Таким образом, царь Пратапарудра он издалека увидел, какие экстатические настроения проявились в сердце его сына. Тогда царь Пратапарудра необычайно обрадовался, и когда царь Пратапарудра обнял своего сына, он почувствовал, как будто он напрямую видится с Четани Махапрабху. Таким образом, какая удача постигла сына царя среди всех преданных Четани Махапрабху. Таким образом, прошло несколько дней, и Джаганат Ратхаятра уже вот-вот должна была начаться. Уже очень скоро должна была она начаться. Господь Четани Махапрабху очень смиренно обратился к Каше Мишри и с Вархбом Бодачари. и Капариша это тот, кто управляющий, главный управляющий храмом Гундичи. Господь Четани Махапрабху очень смиренно спросил, я должен убрать храм Гундича. Таково мое служение. Тогда этот управляющий Порича, он очень смиренно сказал, все принадлежит тебе. И в особенности царь Пратапарудра дал мне прямое наставление, все, что тебе понадобится, мы должны будем тебе это принести, все это организовать. И тогда этот управляющий, главный управляющий храма Гундичи очень смиренно сказал, Прабо, тебе не нужно этим заниматься, мыть и убирать храм Гундичи. но ты этого хочешь, ты сватантра, независимый, все, что ты хочешь, никто не может остановить тебя. Можешь делать все, что тебе захочется. тогда он сказал, если ты дашь мне приказ, то я устрою, я принесу все необходимое для уборки храма Гундичи, марджани, то есть веники, также горшки с водой или для воды, тряпки, все, что тебе понадобится. И на следующий день Господь Читань Махапрабху сказал всем преданным. И в начале Господь Читань Махапрабху он стал прославлять всех преданных, предлагая им гирлянды и нанося сандаловую пасту на их лбы. И Читань Махапрабху каждому отдал, каждому дал по венику. Вескоп. 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 на прогулке и взять. Ок, все. Крутим огонь.